Всем привет! С вами Анатолий Жарпарков. Сегодня будет вообще видео бомбезное, потому что здесь у меня... Ну, сори, что я задам к вам, да? Потому что я буду собирать отличнейший котел. Один из самых недорогих. Это вот кто-то скажет, буржуйка, а я отвечу, котел. Посмотрите, какая здесь есть в нем штука интереснейшая. Это теплообменник. Роскошный, шикарный, тайный, патентованный. Прям очень мощный. Вот, если не трудно, покажите его вон туда. Камеру направьте. Вот такой вот он в разрезе. Этот теплообменник является собою и зубом отбойника пламени. И он просто вставляется в обычную буржуйку. То есть это нормаль батарея. Это печь нормаль, на базе которой сделана для дачника роскошная. Очень бюджетное, недорогое решение. Теперь камеру на меня, пожалуйста. Смотрите, граждане, какая офигительная вообще вещь. Я просто вот раскручивал и кайфовал. Вот это вот знаете, что такое? Не знаете, я скажу, что это такое. И это сюда воздух заходит, а там внутрь, вот, можно дырочку вот этого показать? Дожигатель с двух сторон. И это вот офигительное решение, и я обожаю такие решения. Вот это вот, это просто варочная поверхность. То есть это дачный котел, на котором еще можно готовить. А, круто, круто. Денег стоит вообще копеечно, ссылочка будет снизу приотачена. Дальше. Стандартный диаметр дымохода. Стандартная хорошо запираемая дверца, чтобы ее не вывернуло от жары. Здесь есть вот такой дополнительный блинчик. Здесь все герметично. И какой бонус, какая плюшка у этого изделия компании ТМФ. Эх! Посмотрите, это не просто ни разу не простой какой-то вот котел. Это офигительно крутой котел, потому что... Смотрите. Это делается так. Так, кладется на верстак. Так. Зажимается в тиски. Опа! Опа! Я, конечно, все закручивать не буду, но вы уже понимаете, что это... Ничто иное, как конвектор стандартный. Таким образом, у вас в помещении стоит печь, и там, где она стоит, она дает сама с собой отопление за счет конвекционных потоков. То есть, у обычного котла есть рубашка. Рубашка это полностью, когда водяной контур охватывает всю площадь топки. Здесь не всю площадь топки, но благодаря конструкторскому инженерному гению технологов и изобретателям ТМФ, вот эта вот вещь вроде... Ну, а я задыхаюсь, потому что это тяжело, а еще жара. 25 секций батарей. 25! Итак, посмотрите на заднюю стену. Вот сюда вот, вот сюда вот, втыкаются вот эти вот штуки с резьбой. А это как бы эти самые уплотнители. Ну, качество сварки, посмотрите, все отлично, все как обычно, варится роботом. На пальчик не смотрите, пустил немножко месюков из пальца сегодня в процессе работы своей. Ну, бывает, у мальчиков свои погремушки. Итак, что здесь написано? Модель нормаль, батарея водогрейная. 115 диаметр, мощность 6 кВт, 6! Объем отапливаемого помещения 100 кубических метров. Не путайте с квадратными метрами. Кубы это ширина, высота и длина. Три параметра друг на друга. Почти 50 килограмм. Россия, нормаль. В общем, идем дальше смотреть. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Нигде мы не видим никаких сварочных швов, то есть печка стильная. Вот, ну, я единственное, чем подокапываюсь, вот хорошо было бы здесь наполовинку вот так вот стекло сделать, ну, чтобы вообще вот с точки зрения маркетинга все убить. И камин там, ну, конечно, понимаем, камин, да? И камин, и печь тления, потому что здесь дожигатели. И, ну, конечно, не сильного тления, не справимся сильного, потому что здесь изольный ящик не герметичный, да? Ну, грубо говоря, выжать из нее нормально можно, 8-10 часов спокойно. И котел в соседнем помещении что-то делать. Чугунный колосник. Можно загрузить дровами. О, огромное количество объема. Ну, что тут еще сказать? Да сказать тут нечего. Давайте покажу, как эта деталь вставляется, титаническая. То есть, она вставляется следующим образом. Так как вот эта вот вещь... Так, для этого мне надо привстать немножко. То есть, опа! Я зачем это все вынул? Вы меня спросите, нафига ты так вот сделал? А я эту вещь зачем? Показать, что... Ой! Что это, идиот! Задом наперед вставляю. Ой, опять по пальцу попал. Но уже по-другому. Блин. Бывает. Я даже переснимать не буду. Мне это все по кайфу. Вот эта вот часть вставляется. Низ опускается туда. И она проходит. Нет, ты у меня пройдешь. Я тебя вынул, я тебя и вставлю. Все, сломал печку, ребята. Не встыкается, не входит. Что теперь делать? Придется платить деньги. Вставляйся! О! Надо же! Вставилась! Это я, рука... Жоп, простите меня. Ну, вы знаете, то, что мне вот дай что-нибудь. Я кровище напущу. В общем, все вставил за минуту. Можешь сюда камеру вверх? То есть, вот смотрите. Вот эти две трубы. Два выхода. Так. Поднимаем. Оп! И просто... Насадили. Назнакомили. Что? Все? Нет. Теперь вот... Оп! 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 Дальше, что у нас есть? Гайки. Это такой компьютерный игрок, даже как я, который ни разу тяжелее в своих руках, чем мышка ничего не держал. И то может справиться. Блин, опять закапал, а? Ладно, тогда спрячу, а то скажете... Ой! Ну, в общем, короче... На меня камеру, пожалуйста. На меня камеру, пожалуйста. Короче, я вам показал, что печка очень удобная в обслуживании. То есть, если вот что-то у вас не то пошло, да, вам надо ее обслужить там, пожалуйста. Вообще кайфовая вещь. Сейчас мы посмотрим техническое описание печи. Можно камеру сюда? На меня. То есть, на меня, на компьютер. Сзади, если можно встать? За моей спиной. Отлично. Итак, смотрите. Нормальная батарея. Характеристики. Объем топки 25 литров. Максимальная длина полена 485, то есть, огромными бревнами можно топить. Высота дымохода требуемая 5 метров. Мощность 6 киловатт. Максимальный объем помещения для водяного отопления 100. 12 месяцев. Проем топочной дверцы 250 миллиметров. Максимальная площадь отапливаемого помещения квадратных метров. 37 квадратных метров. Ну, это в кубах надо мерить. Ну, главное, что у нас есть мощность в киловаттах. Вы спросите, как подобрать по кубатуре. Пойдет в ваше помещение, не пойдет. Ну, вот, как я говорил, 3 цифры умножить. Ширина, высота, длина друг на друга. И вы получите какую-то цифру. Если она коррелируется, бьется с цифрой 100, ну, там, 90 или там 85, то пойдет. Если больше 100, то вряд ли. Посмотрим фотокарточки. Вот, показано присоединение. Можно поближе? А, я сам возьму. Присоединение. Каким образом можно присоединять радиаторы. Вот, даже Цой жив, и я выжил. Вот она красиво смотрится в помещении. На 2021 год ценник очень бюджетный. Ну, просто давайте посмотрим, ну, чтобы, не люблю я, с конкурентами сравнивать. Ну, просто возьмем какой-нибудь котел. Сколько она? 18,299. Вот, ближайший, самый недорогой котел. 33,699. Гидравлик. 32. Вы меня спросите, а в чем вообще разница? Почему? Ну, вот есть гидравлик недорогой. Есть Ташкент. Есть у конкурентов ТМФ. Тоже печки недорогие. На базе буржуйки, в которых есть теплообменник. Да, кстати, сразу скажу, в огонь батарею теплообменник не предназначен для подключения батареи. Он предназначен для того, чтобы бак на кухне подключить. Так вот, отвечаю на вопрос потенциальный. Дело в том, что, первое, смотрите, есть здесь конвектора, нету конвекторов. Есть конвектора, нету конвекторов. То есть, это все печи не конвекционные. Они, то есть, ну, вот здесь вот же нету этого кожуха из базальта, нету. То есть, она сама греется и нагревает помещение. Но скорость прогрева помещения хороша, когда стоят конвектора. То есть, вот эта печь, она просто вот бьет все остальные по тому, как у нее есть конвектор. Дальше момент. Вот как обслужить котел? Вот гидравлик, да? Ну, там есть вот трубы, в них идет вода идет, течет, да? Ну, случись чего, как ты поменяешь чего? Ну, что-нибудь прогорело, да, через 15 лет. А тут ты все вынул, вставил, и, пожалуйста, у тебя все работает. Я вообще думаю, то, что ТМФ неплохо было бы... Ну, это мое личное мнение. Блин, че же я... Мое личное мнение, просто этот отдельный теплоотменник можно было бы продавать, чтобы люди, которые делают самоделки, там, печи с трубы, могли себе его вставить. На этом обзор, я считаю, окончен. Ссылка снизу на производителя. И, че, ставьте лайса, я пострадал. Считаю, что заслуженно. Вот. Ну, и работайте всегда в перчатках. Соблюдайте технику безопасности. Это я просто увидел, вот, и сразу такой, дайте я ее разберу, дайте я ее посмотрю. И перчатки не надел. Шах! И напополам, бах, и нет пальца. Все. Ссылки снизу все.